Всем доброго времени суток, мне Слонгард, и мы продолжаем играть в Rage and Oop. Серия, скорее всего, будет не очень длинной, потому что я слегка простыл, и мне надо сохранять силы на завтрашний день, где у нас будет стрим. Ну и читать, скорее всего, будет тяжеловато, а вам, возможно, и меня слушать. Поэтому не будем слишком сегодня увлекаться. Вообще, неприятно, когда такое происходит именно в тот раз, когда ты получил роль Волка. Но самое главное, не чихать во время совершения убийства, чтобы, во-первых, не забрызгать жертву своим ДНК, во-вторых, не разбудить её и соседей. Ну и, наверное, стоит постараться всё-таки не сморкаться в любимое домашнее полотенчико жертвы, даже если очень хочется. У людей на утром могут возникнуть некоторые подозрения. В остальном же, последний пир, который мы посмотрели на прошлой серии, прошёл для нас более чем удачно. В том плане, что мы всё ещё живы. Учитывая обстановку, это само по себе неплохое достижение. К счастью, у Хошимота сам оказался на редкость здравомыслящим человеком. И намекнул, что вешать людей просто так, ну это вообще ни к чему не приводит. Так уж вышло, что до этот раз повесить хотели. Именно Волка. Как хорошо, что здравомыслящие люди наконец-то примкнули к мирным жителям. Вот только я подозреваю, что через пир другой мы уже будем ненавидеть этих здравомыслящих людей и желать поскорее отправить их на тот свет. Возможно, сегодня ночью мы этими займёмся. Мало того, что Хошимота он сразу себя проявил как лидер, так он ещё и закрепил свой лидер со вскрытием точной мирной роли. Мартышки, которую никто контестить, ну пытаться вскрыться в ответ не будет. Нам тут из-за меня авторитетами бы приходилось не просто молодым и старым, а тут ещё и третий. Ну, наверное, скорее стар, чем молодой, но при этом как будто очень гибкий. И, судя по его словам, готовый к решительным действиям. Если Такуми и Носата тоже включатся в игру, как в прошлой петле, что-то я нам не завидую. Особенно учитывая, что наша команда пока не совсем готова к этой битве, как мне кажется, но давайте посмотрим. Может быть, после пира они немного взбодрились. Так, стола была гораздо более приятным местным, чем этим утром. Я сам из-за была местом, полным хороших людей, которые изготовились и принимали идею, что им не придётся никого убить сегодня. То же касалось волков, или так я думал, но они выглядели не слишком хорошо. Так, ну насколько я знаю, то, что мы сейчас наблюдаем перед собой, называют в мафиозных кругах сдаться лицом. Можно ли вообще взглянуть на эти выражения лиц и подумать, что это мирные игроки? Наверное, можно, стресс, все дела. Слушайте, впервые заметил, что это такое за жёлтая штука у Харва в волосах. Реально, впервые за 20 серий заметил какая-то ленточка или какая-то такая прядь другого цвета. В любом случае, интересный, интересный, так сказать, штришочек в её внешности. Это и интересная наука. Ты бывал на семинарах? Да, их проводил Кимиёши-сенсей. Блин, Хашимото настолько крут, что уже начал водить нашу вайфу. Но у него вообще-то жена есть, поэтому он не стал бы водить нашу вайфу. Всё-таки он гигачат, который никогда не совершает вещи недостойных гигачатов. Но я чувствую себя уже морально задавленным. Кимиёши-сан, я довольно-таки уверен, что японец, который встречал Васи, был частицом лекции, лектором в колледже с таким именем. О, так это должно быть он. Он специализируется в сино-тибетанских языках, в сино-тибетских языках, поэтому он путешествует до время от времени. Понятно. Ну, какой маленький мир. По крайней мере, для людей вроде вас и его. Ещё одной причиной был Хашимото-сан. Как только он перестал молчать, он оказался очень социальным и понимающим. Столовая замолкал время от времени, поэтому он ходил и говорил с людьми, подбадривал. И, в общем, казалось, что он, естественно, подходил этой роли. Блин, если бы он был шерифом, он, наверное, трёх чёрных за три ночи нашёл. Или вообще одной проверкой бы все цвета по городу разложил. Мне кажется, моё лицо уже становится, как у моих сокомадниц, может сдаться. Будет прочее. Он не был, как бы, шутником, но все, кто разговаривали с ним, похоже, веселились. Он даже смог выдавить слабую улыбку из хоручан. А я не завидовал, не ревновал что-то вроде. Я гадал, почему Чем не рассказывал мне многое специальности. И, честно говоря, я не имел права ревновать. Я уже использую петли, чтобы сойти с двумя женщинами. С двумя, в скобочках, с нулём. Всё-таки временной кокблок тут стоит очень мощный. Ну, кстати, качи меня специальности не совсем понял. Нет. Делать то, что я сделал тогда, казалось, лучшей вещью в этих ситуациях. И в любой непонятной ситуации сходить с лайфом. Мы уже поняли. Если оставить в сторону пока хоручан... Так, я не могу понять. Вы хоручан уже записали в женщину, с которой можно сойтись? Ладно, реально, давайте оставим в сторону пока хоручан. И Чем и Рик и Касан были, правда, очаровательными. Да я уже догадался. Чем была немножечко поехавшей, так сказать. По сути своей. Но Митсу Джи не так уж отличалась. Какая Митсу Джи? У меня есть вредоположение, что Митсу Джи это бывшая Харуаки. Я хоть не знаю, что ими называлась. Гуглить я боюсь. Но Митсу Джи вообще отличалась. Все понятно, короче. Харуаки. Пунктик на женщин, которых он чувствует, что может фикс. Но пока, видимо, чинильщики из него так себе. И явно не муж на час. И даже не бойфренд на час. Рик и Касан была веселой. Едовуликая натура была довольно привлекательной ко мне. Не, мне нравятся, какие основные черты он выделяет привлекательными. В женщинах, так сказать, двуликая. Практически двуличная. Сумасшедшая. Ваши вкусы мне кажутся интригующими. Ну, я не был в такой позиции, чтобы думать о том, что случится после того, как там он прояснится. Я желаю поговорить с тобой. Харуаки-сама. О, извини, я тут немножко занят. Я пытаюсь не заться волком у всех на глазах. И, прошу прощения, мои извинения, блин, как же мы с халатной клавишом. Я готовил ужин с Калори-сан. Калори-сан надо поддержать. Я пригласил ее заняться этим, чтобы мы были хорошо накормлены и готовы к завтра. Так, волки должны кормиться на охоте. Конечно, это было для того, чтобы отличие от реальности. Я не хотел, чтобы неприятная натура взяла верх, и из-за этого она подбросила бы яд в еду. А что, звучит как план. Поэтому я взял на себя дарезку овощей. Блин, любой Калори. Любой, если вообще, походу, любой волк или Калори, подбрасывая волчью ягоду, волчью погибель в еду. Калори волк, мне кажется, даже просто подбегать к мирным и засовывать им эту траву в рот, чтобы покушали хорошенько. Пока я работаю, я наблюдал с тем, что происходит в столовой. Я мог видеть большая стихлиц от стойки. Последний раз первый день был относительно мирным, но этот день казался даже более расслабленным. Молитвы Тая-сан и постоянное состояние настороженности Канзас-сана делались немножко некомфортным. Но на этом, в общем-то, было и все. А на причине этой атмосферы был тот факт, что никто пока не умер, так что все еще было возможно, что это какая-то больная шутка. Еще на причине было присутствие того, кто умирал все предыдущие разы, Хошимото-сана. Он был мастером в том, чтобы помогать им расслабиться. Я мог даже включить Мамию-сан как причину. Хошимото-сан был жив, и она не была волком на этот раз, поэтому она не была в истерике, как в предыдущей петле. Хотя написал что-то с... с тры... с нахмуренным выражением лица. Кю-чан, собираешь материал, полагаю. Не верю, что я вращу эту статью, так что пока скажу нет. Но твое интересное. Окульное? Угу. Просто подумал, что местная история не кажется очень японской. Угу. Мне это немного интересно. А, мне вообще, ну вы говорите об этом. Разве мое мнение о местных легендах не расстроит вас? Кто знает. Мне сейчас интересно. Она тоже сама хочет рассказать, что и в прошлое, да? Ну, не вообще похер. Но... Мне больше нечем заняться. Значит, я Ричан. Это же... Твое, верно? Нет. Работа, касающаяся божественного, это ответственность Мигуру. Я бы солгала, если сказал, что мне неинтересно. Все происходило так же, как в последний раз. Всем было интересно, что она скажет. И она раскрыла ее знания, убийство богов и поклонение слуг. В прошлый раз мы где-то в этом диалоге раскрыли существование барсука. Но явно нам не смысл это делать. Неужели Хашимото сам будет тем, кто домыслит? Но кто-то, я думаю, сделает все саново, одолево Рочи, басни Сопа, Емо Цооками, а.к.а. Занами. Затем Тайсана расстроилась, как и в последний раз. И с различием было, что я не участвовал в разговоре. Ну все, мы стали каким-то социалом, хикой. Нас точно повесят. Хорошо, на этом я ставим. Хотя есть кое-что, что мне любопытно. Я хочу, чтобы рассказали не о песне, которая поется здесь. Она сама помянула ее. Это привело к примеру к тем же самым, что и в последний раз. Маме со мной казалось, что текст песни не имеет большого отношения к пиру. Она начала расспрашивать о частях, которые не понимала. Он, например, Барсуке и Кенон Скиши, среди других, ответила ей. Интересно, но... Это странно, что Барсуке исчез. Мне интересно, почему? Вечно, который указал в последний раз, теперь на нее указал Хошимото Сан. Но кто же еще? Он и Маме Сан продолжали изучать отношения между молитвой Шинаи и пиром. Тайсон упомянул, что Барсуку с уголками Самы, и что была его статуя, светильщина. Она также поговорила о словах покойного Ген Сана. Барсук ждет возвращения Ген Сана. Но я пока обречусь за счет этого. Что если среди нас есть Барсук? Так называемый импостер. У него были те же подозрения, что у меня... Блин, может он и есть и я? Если Макишимо Сан участвовал в прошлом пире, тогда этот Ген Сан должен быть тоже был там. Честно говоря, Макишимо Сан мог бы и пояснить тогда за Барсука. Скрывать эту информацию только вредно для города. У нее был Барсук там. И он, возможно, оставил это как косвенное предупреждение. Доже, Хошимото Сан. Это просто гадко, верно? Блин, может быть Барсука мощного мне судьба подкинет. Было бы неплохо. Ну, я думаю, конкретных доказательств нет. Теперь хорошее время для чего-то нового. О, Ками. Емоцу О, Ками. Великий Бог. Хошимото Сан, я думаю, поняла кое-что потрясающее. Ну-ка, ну-ка. Я слушаю. Это может сказаться обрывистым, внезапным. Мутынити из вас знает происхождение имени Шинай. Ей было любопытно, это и в Камифу Дзиосе тоже. Но что с того? Я слышу, что город Шинай. Спасибо за полную расшифровку всех канди. Официально гора Сарунаши. Сару, наверное, стала Сару, а Наши стала Наши. Так. Возможно, в этих иероглифах скрыто тайна всего. Но, к сожалению, я их не понимаю. Это неверно, это Сама. Шинай Сама всегда был Шинай Сама и самого начала. Восьмое распространение лифт Камифи вперед в Мейди, потому что их было тяжело прочитать. Ну, они выглядят довольно-таки подробненькими. Сарунаши, Сарунаши, это почти как Саранага. Хм, наоборот, а? Так мы всегда была Шинай. Я Малаки-сан. Вы знаете, откуда это взялось? Не знаю. Это, наверное, трюк с Канди. Мамия-сан вырвала страницу из-за ее записной книжки и положила на стол. Шин Най. Канди Най состоит из Канди для большой и шоу показывать. Она записала эти Канди. Так. Если поменять их местами, я тем написала Канди для большой, затем показать направо и Шин, справа от него и Шин совсем справа. В результате получился вот этот набор символов. По левую сторону Канди для Бога. По левую сторону Канди для Бога есть Радикал для показать. Это даже более, очевидно, в более старой форме. Это означает, что в результате получается у Ками, Великий Бог. Так, это очень сильная игра слов. Мне кажется, она может быть непереводимой. Так. Она записала. Потом она записала по-другому. Что-то получилось, что типа два Канди как бы слились в одно. Ну да, типа шоу и Шин. Ага. В общем, да, наверное, плохо, что мы изучили японского снились на Хирогане и Катакане. Ну понятно, так было одно, переставили, получилось другое, получилось у Ками, Великий Бог. И не буду пытаться вникнуть глубже этого. Это Шин Най Сама равняется Волками Сама. Разве и не таким было намерение? Что? Был полный чушь. Так, Шин Най Сама, он сам Волчара. Ну, в принципе, считывая, что он выступает на стороне Волчар, судя по всему. Ну, по крайней мере, в глубине души. Это вполне логично. Тайсан истерично закричала. Можно было слышать ее голос, если она была потрясена. Конечно, так и было бы. Если говорить о легенде Сумизы, люди и слуги убили Волков Волками Сама, то есть они убили своего Бога. Это, конечно, некрасиво поступили. Однако, это укрепляло мою теорию. У меня было множество зацепок, которые стали мне думать, что Волками и Великий Оршин Най были одними и тем же. Его использование порчи было одним. Другой вещью был факт, что он был нейтрально битый между Волками и людьми, или ими битый Волками. Да, еще одной вещью был местный взгляд на жизнь и смерть. Если люди провели с Емми после смерти, не провели с Емми в любом случае, были ли они повешены и любиты Волками. Вот почему они говорили, не восставай. Это означало провели с Емми, не возвращаясь. А, кстати, за Волка, наверное, тоже надо такое на ушко нашептать перед убийством. Однако Веришинаю гора была местом, где захоронивались трупы. Но то не было странно, что она считалась тем же самым, что и мир мертвых. В любом случае, если она потеряла жизнь после расширения многих богов, после многих проблем стала богиней, контролирующей Нино Куни. Нино Куни? Еще одно имя для Йоми, подземного мира. Есть также Нино Катаса Куни. Некоторые говорят, что леды за морем, пока другие говорят, что Нино Куни это просто место внутри Йоми. Может быть, я слишком глубоко вчитывался на Нино Куни, Страна Корней. Из-за этого у меня появлялся образ подземной части, покрытой деревьями горы. Подожди, подожди, подожди. Нет, это не слишком ли натянуто? В чем смысла прятать в сторону великого бога, Укаби? Может, они сделали то, чтобы не было никакой путаницы с усилищем его мива, или, может быть, они издратили ее, чтобы, так сказать, вставать это в шикшинто? Или, может быть, им нужно было скрыть веру? Скрыть веру? Не могли быть в ситуации, где не могли бы конец локами сами публично, потом пришлось скрыть это. Нет, возможно, защищали веру, заставив ее поменять форму. Как, например, во время запрета это христианство, ранние японские христиане поконялись вместо этого Мари-Канон. Так что необычно, чтобы главного слугу бога путали с самим богом. Это, может, не очень нравится некоторым из вас, но легенды и мифы могут меняться не только, одоложивая аспекты из других легендов мифов, но также через политические события. Было время, когда мифы и правительство были близко связаны, поэтому мифы приходили меняться вместе с политикой. Я как раз думаю, что это в последнее время мифы перу не уже не тем. Если последние соединялись и боги женились, пока годы идут, пока боги мест нексировали через войну, становились слугами боговозавоевателей или демонами, или, может быть, они соединяли раз богов в одно, люди формировали их в соответствии с балансом сил в свои дни. Вот почему могучие боги и дьяволы имеют множество других имен форм инкарнации, это осадки давно забытых верований. Легенды и мифы, которые дожили до сего дня, выжили через бесконечные подобные изменения. Конечно, не будут противоречия. Помни об этом, если смыть на это с такой точки зрения, в смысле молитвы Шинаи сильно меняется, это молитва волку. Хотя я, конечно, не знаю правды. В конце концов, песни не упоминать ничего о волках или стражах, что-то о том, чтобы волки или стражи противостояли друг другу. Это было правдой. Надо срочно сверить песню, изменьшенную науками. Теперь, если Уками или Шинаи-сан были все еще в хороших отношениях, хозяин Суга с четырьмя, нет, пятью стражами, возможно, он дал людям силы стражей и использовал песню, чтобы вдохновить их бороться Мибита, другим словами друг с другом. Заши столько далеко, с такими зрителями. Извиняюсь, но слышать это совершенно неприятно. Блин, слушай, Нумами-сан вообще просто разобралась. Просто все по полочкам расставила. Но не совсем понятно. Сами-то волки считаются, и Мибиты до сих пор... Ну, если считаются, то да, они все равно стражу будут их находить и убивать. И в то же время будут умирать и прочие Мибиты, которые на стороне мирных жителей, как от повешения, так и от рук волков. Блин, но все равно в итоге и Мибиты могут выжить-то в каком-то количестве или просто надо немножечко сокращать их количество. Блин, Мами-сан та, что они кили нет, мне надо было рассказывать, что она надо было дать ей самой во всему разобраться. Она бы поняла, что делать. Именно. Не говори, блэ, будто ты знаешь больше, чем мы. Вы вообще ряд ничего не знаете. Естественно, Рикасан Тай-сан. У них было что сказать насчет этого. О, мы правда извиняемся. Мы рассматриваем эти легенды мифы, потому что не кажутся столь им доверия. Если бы это было не так, мы бы не участвовали в этом. И вместо этого настояли на том, чтобы уехать и познать полицию. Это часть того, что я делаю сейчас. Я бы сказал, что наполовину достоин доверия с Ризава-сан. Никто ведь на самом деле пока не подозрителен. Но так уж случилось, что Барсук был практически исключен из легенды. Легенды и правила Пиро передавались. Ораль, ну, уфно. Мы просто боимся, что вы двое, несмотря на ваше огромное знание легенд, упустили или забыли что-то важное. Это правда. Уж не могу отрицать такую возможность полностью. Ломаться сама, но... Ну, по сути, все проще, чем кажется. Ну, я сына Гариба-кун, верно? Да. Мы согласились, что люди не будут лгать. Но если бы был человек, который стал с роду волков, по сути, Барсук, Лисли, кстати, Глин, кстати, может быть, нам провести как бы в носе опрос Скажи, что ты человек. Будем искать волгунов. По сути, Барсук, он или она наверняка будете лгать, чтобы сделать что-то драматичное ради волков. Ну, ты не согласен? Это правда. Даже если они имеют отношение к скому Барсуку, мы должны стерегаться на всякий случай. Но... Светлый лжет с этим волков, даже если он не человек. Мы понесем его на месте, верно? Я же такой кун, который сидел в углу комнаты и со скуксера на стену внезапно заговорил. Он совсем не ошибался, что, наверное, обозначало... Что, наверное, и хотел добиться... Что, наверное, и хотел добиться Хошимота-сан. Похоже, нам придется избегать то, что мы делаем что-то, о чем пожалеем. Это правда. Тебе нам не вязали договорить нам. Мы все живем честными жизнями. Шина и сама присматривают за нами всегда. Мне это нравится. Это простая эра, которая выводит наружу лучше в человечестве. На этом я наконец-то понял кое-что. Ядай, Хошимота был таким же человеком, как я. Полной бразотой, что ли. Как так-то вышло. Он контролировал людей через речь и манипулировал их эмоциями и через слова, чтобы поставить себя в более лучшее положение. Различие между нами было в том, что его совесть, присутствие, бедительность в разы... Может, не совесть, а сознательность или самопонимание даже. Какое-то присутствие, бедительность в разы превышали мои. И он был человеком. Врагом нас, волков. Харочан сидел рядом с ногой куном и мочи, не говоря ни слова. Претворяясь, будто я подбираю что-то со стойки, я наклонился и взглянул на колоресан. Повернувшись спиной ко всем, она нарезала овощи. И хотя выражения лица не было настолько плохим, как раньше, она все еще была полна тревоги и неуютности. Время прошло, пока все болтали и сели. Ужин больше, чем когда-либо раньше. Поболтали еще и затем разошлись. Единственной заметной вещью был момент, когда Мамио-сан пыталась расспросить Канзо-сану о предыдущем пире. Но Хашимото-сан остановил ее. Я знаю, как Харочан состроил рожу, и часть меня была рада этому. Предыдущий пир забрали у родителей, и это был тот раз, когда она отправилась в туман и выжила. Было плохо, если бы она сошла сама снова. Хашимото-сан, похоже, заметил эту возможность, поэтому он сныл Мамио-сан, чтобы претворотить это, так он-то откуда знает. Правда ли было хорошо помочь ему выжить? Есть уже сомнения, но нам же надо было создать новую условие, новую петлю. Иначе бы мы обратно уехали в наш змейный вояж. А там мы уже все изучили, все поняли. Часть меня на самом деле верила в это. Конечно, без него я был бы человеком, пережил пир, но это бы ничего не решило. Становление волком и то, что он стал моим врагом, было просто неудачным, бочным эффектом, который пришел с тем, что я позволил ему жить, и мне просто нужно было принять это. После ужина, прямо когда все готовы все разойтись, Хошимота-сан прошептал что-то Такуми-сану. Вражение Такуми-сану внезапно стало серьезным. Эй, ребята, послушайте. Похоже, Шошимота-сан сказал ему, что он должен сказать что-то. И Такуми-сан именно так и поступил. Мы не повезли никого сегодня. Вот почему. Даже если среди нас есть волки, не хочу верить, что они не убьют никого сегодня ночью. Легко моральное давление оказывается. Я даже не верю, но сам-то Харуаки может убить. Ну, конечно, предлагал отрезать конечности, но как-никак там решил о людях, которые совершили сами много ужасных вещей уже. Если это случится, мы не повезем никого и завтра тоже. Этого не произойдет. Ну, может быть, ты и прав. Но если случится-то, это означает, что один из нас здесь почти навсегда. Это будет вашими финальными мотивениями вместе. Помните об этом. Расскажите им все, что должны. Вас только будет меньше сожалений. Хорошее настроение внезапно поменялось. Блин, даже пообщаться наверное не с кем. Настроение стало тяжелым, пока все обменивались рукопожатиями и благодарили друг друга. Чи Эми, Харучан, даже Еши Цугу-кун прослезились, пока Куарисан говорил эти слова ее сыновьям. Если я умру завтра, будьте сильными вы двое. С ней не будет завтра. Она была волком, но если вы были такими честными, что они оба слушали их без слов. Это очень хорошее окраснение, я считаю. Она должна быть такой же красной, как закат за нашим окном для них. Теренские главы казались одинокими, из-за чего, что Далута Айсан и такой Мисан, так сказать, топливо для сомнений, пока Мочи говорил со стариком-волком. А то был момент, когда их отношения стали очень ясными. Вот же Чан. Одним крайне важным моментом был, одним из крайне важных моментов был, когда Харучан подошла к ее одиноко выглядящему дедушке. Ее глаза были все еще красными, от ее прощания с Санагой Куном и Мочи. Вот же Чан. Если я не проснусь завтра, этого не случится. Вот так он сказал, будто он сам волки не позволит им выбрать ее жертвой. Но это уже случалось. На мгновение показалось, будто он знал, чем она была. Блин, вдруг он реально уже понял, что она волк. Но затем, может быть, ты сам сказал, что волки убьют. Ты пытаешься быть добрым ко мне из-за того, что тем, что уже ж не одной? Канзо-сан не знал, как ответить. Редкость для него. Не нужно это, поэтому просто слушай. Если умру, постарайся не пить слишком много, даже если меня не будет здесь. Хару. Канзо-сан медленно протянул его руку к ней, но было слишком поздно. Харучан уже развернулась. Дедушка и внучка обе неловки настолько, что сложный поверить. Понаблюдав за их разговорами, нас надели почувствовал облегчение, что Харучан не сказал ничего же не должна была, из-за чего я начал сну подвергать сомнению собственную человечность. Ясно, как он дожить был в похожем состоянии ума в первый раз. Чувствовав симпатию к первому волку, которую я встретил, я сказал Чиэмми, который подошел, чтобы обращаться со мной в несколько таких полуискренних, не особо искренних добрых слов. Все то же самое, что с Три Кокосана, которая закончила разговор молчаливно, решимым. Прощай. Я прощаю тебе за то, что случилось во время дня. Не хочешь, я оставляю никаких сожалений, если мы встретимся завтра. Ага. Так оно и было с Харучан. Позор с моего имени был очищен, и теперь она не любила, не любила меня. В общем, поставили пока на нейтралочку. Главное, не дать лишнего газа вновь. Простите, что заняли ваше время. Доброй ночи, люди. Токуми-сан беспечно завершил происходящее. Все мы лучше начали покидать столовую. Я надеюсь, ты тоже вернешься, Фусы-и-ши-сан. Это какой-то намек? Где встречаемся? Где будет твоя сходка? Тут даже горожан нет, чтобы за ним встретиться. Мы закончили с уборкой после ужина, поэтому у меня не было причины оставаться. Я не чувствовал никого в том мане того, потому что я просто не мог, и не потому что там никого не было. Что-то начинаю немножко тревожиться, ведь маме я сам в прошлый раз как-то нарушила правила, будучи волком. Интересно, какие это были правила. Ладно, я чувствовал никого в том мане того, потому что я просто не мог, и не потому что там никого не было. Все, наверное, использовали как шанс, чтобы заняться своими секретными разговорами. Или просто тихо подслушивая их. Наверное, была хорошая идея поблагодарить его. Я слышал щита голоса рядом с лестницей к общежитию. Мамия Сангроска Шамото с саном, прямо там, где он умирал в последний раз. А сколько они серьезные? Совершенно, я бы сказал. Это означает, что мы будем убиты, если будем действовать подозрительно. Как каждый журналист знает, самая страшная вещь в мире — это люди. Да. Даже в окультных вопросах, когда кто-то умирает из доказательства, это всегда сделано людьми. А, прошу прощения. Я подумал о том, чтобы его подслушивать, но было бы плохо, если бы не заметили, поэтому я позвал их. Усэйши-кун, напугал меня? Я прошу прощения. Хашимото-сан, спасибо вам за то, что вы сделали сегодня. Я что-то сделал. Если все продолжилось так, как шло, я был бы убит. О-о-о. Ну, если бы это случилось, мы наверняка бы стали следующими. Блин, он реально такой же, как мы. Хе-хе-хе-хе. Это правда. Ну, правда, спасибо. Я там нет нужды, и ты помог нам, когда пришел туман, поэтому считаю, что мы квиты. Хорошо. Но правда ли, если бы ты мог ходить вокруг по ночам? Кажется, хороший момент то, чтобы сбежать. Я тоже предложил это. Я не думаю, что хорошая идея. Никогда не идти в салевую столу тумана. Ты потеряешь, если браешься в гору ночью. В горе ночи. Она может зима маленькая, но все еще опасна. Также, жители считают это табу, и они, наверное, куда большей опасность. Вы думаете, не нападут на нас? Ну, нет. Я так не думаю. Просто верования могут иногда стать для девяти иллюзии. Если мы окружены теми, кто верит, мы с временем присоединимся к их рядам. Может, например, такое же с нами произошло в прошлой петле, когда мы решили устроить собственный филиал Стар Дю Вали в Ессу Мизу. Из моего опыта, лучше, что же в таких ситуациях, это отвлечь себя, пытаясь думать о чем-то еще. Это были довольно осмысленные слова. Вы не верите ни в какие легенды, да? Я не думаю о том, верю или нет. Об этом нужно думать специалистам, когда они обеспечат ей безопасность. Верно, Кью-чан? Я не знаю. Я не верю, что я смогу сделать из этого статью. Лично я просто хочу покинуть это место. Нужно. Понятно. Надеюсь, что так и случится. Это был конец. Я, пожалуй, доброй ночи и пошел своей дорогой. Я никого не встретил по пути назад. К строительному домику. Я же Сугу-кун не пригласил меня выйти ночью, и Чеми и Рикка-сан не навещали, что поговорить. Ну, а Я же Сугу-кун, кстати, не хочет прогуляться по ночам. Хотя у него, наверное, нет сильной мотивации, когда никто не умер. Непонятно, есть волки или нет. Так что, видимо, его ночная охота отменяется. Как жаль. Ни Чеми и Рикка-сан не навещали, что поговорить. Мы реально вышли на путь хики-одиночки. Ладно. Сейчас найдем себе собрать их по разуму. Они, наверное, были удовлетворены прощаниями с Толовой. Блин, да просто у нас терхата стрёмная. Вот никто и не хочет сюда ходить. Опустились. Иерархия. Так. Всем раньше тяжело проходило сейчас, потому что не чувствовали, будто они сделали все, что должны были. Но это разотличалось. Все спокойно ждали удара волков, полностью готовые к этому. Люди были в идеальном метальном состоянии. Им было не о чем беспокоиться. Для нас какой-то минус. Хотя, когда... Хм. Удастся ли им сохранить успокоиться после первого удара волков? Это было все из-за Хошимота Сана. Затем этот разговор только что. О. Ну, если это случилось, мы бы точно стали следующими. Для меня это звучало как? Я сделал это не ради тебя. Нет, ну, же для этого. Ты мог к нам, когда пришел туман, так что считали сквитами. И это было что-то вроде... Ты, конечно, помог нам в довольно странное время, а? Он, казалось, разумно подозревал в меня. Или я слишком сильно об этом задумывался? Нет, это было бы слишком оптимистично. Мне было очевидно, что он пережил первый день, преодолел первый день лучше, чем кто-либо пока что, даже я. Если он был настолько талантлив, он дошло тяжело проанализировал ситуацию и заметил, что что-то было не так. Их шины были пробиты, с ним дали комнаты, и в итоге они оказались увлечены в пир. Да, про шины-то я и забыл, то есть их как будто прям подготовили к участию, главное, все это сделали мы. Это было очевидно организовано, и я был единственным, кто отделялся как подозреваемый. Я был выбран теренской головой, приснился к ним в их фаргоне и активно искал место для сна. Ситуация становилась даже хуже из-за факта, что они были правы, что я был волком. Так я не мог уйти петли, и я не мог на самом деле сказать, что я был их спасителем. Не только это, но он еще и был мартышкой. Он заполучил хорошую роль и отношение с другими, и у него были на удивление острые взгляды и ум. Он был бы крайне надежным союзником. Я бы правда оценил, если бы... Я бы правда оценил это. Я бы оценил это, когда он презентовал идею, что мне не должны вешать никого сегодня. В конце концов, в этот момент, прямо как Канзасан, я думал, что не вешать кого-то было глупо. Потом я посчитал, что он тоже был глуп. Но теперь из-за его идеи все казались готовыми принять чью-то смерть и объединиться, чтобы одолеть ответственных из этого волков. Он также предотвестил в том, что предотвеститель и ничелание гораздо более гладко, чем я. Я был только создать патовую ситуацию, пока он на самом деле уговорил людей проголосовать за или против повешения. Канзасан не хотел уйти так, будто он прогнулся, поэтому не поменял его мнение. Но он еще в целом довольно легко принял идею никого не вешать. Канзасан сделала это с огромной тонкостью. Это было что-то, чего я не мог сделать. Но мы со временем узнаем, боли-то хорошо или нет. Или скорее, они решат основать на том, что мы волки сделаем сегодня. Однако я уже чувствовал, будто я отстаю от него. Правда, мне придется победить его? Для меня, походу, он реально есть тот мастер-майнд, с которым будет наша главная сладка умов. Но правда, мне придется одолеть его? Потому что у маме Сан она была гораздо стабильной и умной, чем в последний раз. Только она оказала, что Шинай был, наверное, у Камили Великий Бог показывала, что она была бы крайне полезна в поисках правды. Так можно и с этой тогда убивать. Она также заметила и упомянула Барсука без моей помощи. Она, наверное, заметила и в последний раз тоже она не упомянула, потому что она была волком. И мы не упомянули. На этот раз, по продолжению Хашмата Сана, они решили, что они будут вешать все лгунов, вне зависимости от того, волки ли они, или Барсук. Это был умный шаг. Это мешало людям лгать просто ради того, чтобы лгать. И, так сказать, Контрил Барсука вне зависимости от того, существовало ли он или нет. Они были довольно сбалансированы парой. Блин, так, может, надо эту пару немножечко разделить этой ночью. Мами Сан была грубой, прямолинейной. В общем, не желала слова. Хашмата Сан, так сказать, нежным аккуратно упрекал ее и давал только лучшие решения. Они были гораздо более... Они были гораздо лучшей командой, чем я ожидал. И, факт, что они были врагами. Это было довольно плохо для нас. Как волк, мне нужно было учитывать и других людей. Особенно братьев Ларибе. В конце концов, их мать, демон, который пытался убить всех и проглотил ее последний сава ради них. На этот раз была волком. Блин, когда так резюмируются все действия Калориса, за прошлые две петли, я реально, понимаешь, она страшная женщина. Если не подошел к этому правильно, я был бы тем, кто умер. Мне кажется, Калорисан реально скорее меня во сне задушил, чем позволит ее мальчиков убить. Или легенда. Все-таки пустят, пустят корни. Короче, я, наверное, не хотел бы убивать сану Гокуны или Мочи. А кого убивать-то, ребят? Кан Самблу тоже и семью не был уверен насчет их отношений. Все еще не думал, что она захочет убивать его. И, наконец, мог ли я, правда, убить Чемири, как Асан? Так, походу, к Парфирию мы сегодня выезжаем, ребятушки. К нему никто теплых сейчас не питает, но это самый бессмысленный убийство, кое можно представить. Мне кажется, даже если он страж, лучше против него две версии катать. Вот поэтому плод быть главным героем Горемника сразу появлялся всякие ненужные эмоциональные связи. Хотя все это я обнулялся из-за петель, и я им нравился. Они нравились мне. Правда ли я буду шептать им сладкие пустые слова днем? Только ли то, что-то убить их ночью. Я не хотел делать это. Ну, к Парфирию, ребят, к Мейка, кстати, тоже не упомянули. Так что, видимо, ее тоже можно грохнуть. Но детей вроде Харуаки любит, все время пытался Мейка спасти. Мне, кстати, интересно, хватит ли храбрости у этой новеллы все-таки убить Мейка, так сказать, на экране, не где-то за пределами. Первая, она просто пропала, где-то в тумане во вторую убежала. Мне почему-то кажется, что все-таки побоялись, потому что довольно рейтинговая вещь. Тут, конечно, уже куча трупов, внутренностей и прочего, но убийца детей это все-таки черта, которую не просто перешагнуть. Ее может вообще даже цензуркой не пропустить, наверное. Но рейтинг это точно до небес, мне кажется, повысит. Так, это мы с любопоследием перед тем, как мое сознание отключилось. А? А? Я попрыгнул, бросив одеяло в сторону. Почему я спал? Разве не должен был что-то сделать, как волк? Блин, чисто все выжили, потому что волк проспал убийство. Ну, а что, спать-то всем хочется. Здоровый сон. А, кстати, блин, может, поэтому волки такие вялые, слабые были на предыдущем пире, они реально не высыпались, им же ночь приходилось убивать, там, наверное, часа четыре на сон остается, блин, тут тоже не до предыдувания хитрых теорий. Я мог чу-то сказать побледнёк, когда я осознал, что только что у меня есть огромная ошибка. На следующий момент я заметил, что кое-что, что ужаснуло меня совершенно иным образом. Было что-то рядом с моими ногами. Так, это мне личное оружие выдали. Мне хотел понять, что это было. Я позволил страх увладеть им мной и жалко отступил. Ничего не происходило. Я оттянул всю сумку, достал фонарик, который получил и купил, ну, точнее получил, но всё выдали в магазине и включил его. И что это? Что ещё раз здесь всё это было? Выглядело как части костюма. Конкретно тот, который использовали в всяких боевиках. Я тоже не казался правильным. Это была традиционная ритуальная одежда. Может нам надо в ней переодеться и петь интересный в ней та же самая одежда, в которой мы видели странные создания в первой петле. Блин, я почему-то подумал сначала, что это какие-то надувные костюмы. Блин, у меня маскировки. Да, вот это фулкуша. У неё самизла деревня дураков какая-то. Ну, как второй вариант, реально, трусы с волком выдали. Браслеты, таби, сломенные зори, выцесшее кимоно и хакамо. Всё ужасно пахло, как будто напоено высохшее бельё перед тем, как его будут кипятить. Как будто его кипятили и напоено высохшее бельё начали кипятили то. Но было же то, что уделялось больше остального. Это была нижняя юбка кимоно с каким-то расплывчатым текстом, похожим на сутру на ней. Был ещё один кусок ткани с похожим текстом, он был соединён чем-то странным. О, это было лучше, конечно, чем был мой волк. Блин, слушайте, очень модная маска. Надеюсь, не упустили мерч с ней. маска от триглазика. А, ну тут сказали, что мы должны надеть это и очиститься. Верно, эта штука сказала нам надеть это. Мы должны были надеть это и очиститься, из-за плохого запаха мне как-то затревожился. Они не ошиблись в порядке, разве очищаться надо не перед тем, как надевать священную одежду. Судя по запаху одежды, её тоже надо очистить, так что два в одном. Допомнил мне, что я не очистился, перед сном. Раз это было неплохо, как-то это не по-человечески. В своем ситуации он проверил время. Телефон, который я зарядил батарею, показывал, что было десять вечера. Или утра. Надеюсь, не утро. Вот это фейл был бы. Великий Воршен, наверное, не уступил меня, чтобы принести эту штуку. Что, если не проснулся? Блин, они ходили по очень тонкому льду. Есть, кстати, эту сторону. Слушайте, а куда все это прятать? И было ли это у других? И где они-то хранили? Если сказали надеть это и выйти наружу. Я собрал всю свою решимость. Ну, вот это, конечно, прикид. Мне кажется, такую броню не стыдно ему Дарксос какую-нибудь засунуть. Это было достаточно хорошо. Хотя, сочи, я был плохим. Было несколько частей, которые, как я под... Было все меньше деталей, еще я думал, поэтому я надел себе особых проблем. Это было не очень хорошая разработанность, где-то что я мог понять. Все было вышито вручную. Ларшная лично на швейной машинке все это отстрочил для своих любимых волщиков. Грива, а вот вообще была грива. Казалось, было сделано из рисовой соломы. Она вообще казалось дешевой, хотя я не мог быть уверен. Казалось, она была разработана, чтобы выглядеть божественно пугающе. Маска, казалось, вырезана из дерева с огромным количеством детальной работы в ней. Настоящий шедевр. Ну, к сожалению, на арте всю эту работу вы не стали изображать, как я понимаю. Маска выглядит довольно обычная. Маска вообще на какой-то ботиночек похожая, если честно. Что? Эту туфельку. Ларшуная. Блин, как сделать из туфлей, которые надевал на выпускной маску? В то время, как я наделаю, у меня уже не было дела до запаха. Извини, не было, не то, чтобы мне было тяжело двигаться или что-то подобное. Возможно, весь этот наряд, чтобы не запачиваться к крови, прибысти и так далее. Вот. Расписанная ткань внизу была связана с поясом. Я надела так, как традиционную травяную юбку. Я на ней особо мешала, для того, чтобы бежать или что-то подобное. Ткань садилась, соединявшаяся за маской, прятала лицо, как какая-то одежда рабочего сцены. Я мог видеть только что впереди, через щели между ней. Полкодобная маска сама просто упокоилась у меня на лбу. Была водружена мне на лоб. Когда я делал все это, я нашел ведро и черпак среди прочих вещей. Оно было полно воды. Оно было полно воды. Ведро, то бишь. Я знал, что нужно очиститься этим. Я немножечко переживал из-за этого, но я начерпал немного воды и полил себе на голову. Она отлетела от рисовой соломы, из-за чего мои плечи намокли. Правильно ли это делал? Инструкция он да какую-то. Как правильно мыться-то? Все еще беспокоился. Но просто здесь это было бессмысленно, поэтому я приложу руку к двери и почувствовал, что плохое снаружи. Я был что-то расплыв, считая типа жажды крови или злого моджо. Это были звуки, которые мог слышать. И я слышал, как раздвигают траву. И слышал звуки, как что-то ходит по песку. Дыхание, низкий рык, отдаленный рык, полный злобы. Напомню, у меня время, когда я был запер в сортире, и я чувствовал, что звериное снаружи. Так, это, видимо, местный контролер, да, соблюститель правил, боковой судья. Всего в точности, как в прошлый раз. Что-то было снаружи, их было на самом деле очень много. В последний раз я только выжил, потому что держал дверь на замке, когда что-то собиралось открыть ее. И мне нужно было выйти наружу в этот раз. Там наши друзья, они помогут. Ну, это в порядке только потому, что мне надет это. А, видимо, поэтому, да, нас не воспринимают как людей. Не может быть, это казалось больной шуткой. Но я правда хотел увидеть это. Ну, разладчик можно, если что, загрузимся. Какое знакомое ощущение. Именно тогда дверная ручка затряслась. Кто там? Фусайши сам? Ты проснулся? Я все еще слышал зверей снаружи. Но голос еще не принадлежал девочке. Девушке Хару Макишиме. Но она посмелее нас и не пугает. Хару-чан? Не называй меня так. Там безопасно. Если ты надел маску и очистился, она говорила правду. Правда ли была она снаружи? Даже если это была какая-то иллюзия, если бы я не открыл мое присутствие в этом потоке событий было бессмысленно. Я взбодрил себя и открыл дверь. Вол. Момент, когда я открыл дверь, я увидел короткого волка, который чернослин пугал меня. Ты слишком громкий. Да все спят. Ты правда Хару-чан? Да, смотри. Она сдвинула ткань, скрывающее лицо, и точно это была Хару-чан. Она была одета в лучший наряд, и у нее было ведро и черпак в руке. Все нужны здесь свои тоже. Мы берем их с собой, а где? Почему никто не сообщил? Как понять? В какой легенде читать про это? Да. Нам нужно разбрызгать воду, пока мы идем. Она зачеркнула две ведра и пролила за собой. За этим действием, послыш, исследовали визжащие звуки. Я чувствовал, как что-то затряслось и убежало прочь. Что это такое? Носите ли порчи? Она разбрызгала еще воды. Ну, покажите мне этих червей-паразитов, когда дайте мне их виг в наглые глаза хоть взглянуть. Это раз на меня. А, холодно! Эй, что ты делаешь? Она повторяет еще пару раз с огромной интенсивностью. Это то, что ты вообще не очистился. Я должен был полностью промокшим. Она будто чувствовала, что это было бессмысленно, поэтому она просто коснулась ткани рядом с ее талией. И да, она была полностью мокрой. Блин, реально. Большой волк и маленький волк. Блин, там какой-нибудь маленького волка совсем жесть. Блин, хочу на мейк в этом наряде посмотреть. Ярю быть настоящей милашкой. Что? Предполагаю, что так это и нужно делать. Как ты об этом узнала? Верно, почему? Я просто знаю. Блин, а что меня-то эти знания не внедрили? Я бы сейчас вышел грязным. Меня бы сразу поймали или мыться местные мои додыры. Что-то скрываешь? Нет. Блин, она может знать это. Может у нее реаль эта память внедрена из-за ее прошлого появления в Ремпир. Или возможно это просто черта тех, кто живет в Ясумизу. Неплохо, если бы Калори подтвердил или провергла. Вот возможно маме как раз умерла подобным образом, из-за того, что она не достаточно очистилась или что-то еще не так сделала. Потому что волком однако бы тоже все не так просто. Блин, хочу назад мирные жители. Нет, мы бы волки, нужно ничего скрыть. В чем ты беспокоишься? Так, не надо делать этот страшный взгляд. Эти села заткнули меня. Ну, я понимаю, что ты чувствуешь. Я же успокоился, аж скоро тоже как-то привыкнешь. Я думаю. Хорошо. Я буду удовлетворен, я все равно отступил. Кстати говоря, если не привык к тому, что говорить вежливо, тебе не обязательно. Пойдем. Клори-сан ждет. Да, пререщина между нами была весьма широка. Или, может, Чеймер и Касан были просто слишком уж просты. Похоже, Хару-чан прошла через туман без какого-либо освещения. Я достался маленький фонарик. Что это? Такое классное. Блин. Ну да, она же любит Sky-Fi, а тут, видимо, фонарик это что-то на уровне космического корабля по своей экстралагантности. Им был встречен странной реакцией. Ну, хоть фонариком тогда мы сможем заводевать в расположение. Если не им, то я уже не знаю, что. Можешь забрать его, у меня есть другой. Я ратую их на случай, если мне придется убегать с кем-то в ночи. Я уж точно не ожидал, что стану волком. О, правда? Да, это опасно в темноте. Как-то вообще добралась до меня. Клин, главное, чтобы этот фонарик нас потом не спалил. Типа вопрос возникнуть откуда он у нее. Ну, мы можем просто признаться, да, мы ей дали фонарик по какой-то причине. Главное, чтобы все истории совпадали, особенно временные, так скажем, рамки их. Я знаю тропы Ясамизу наизусть. В этом был смысл. Мастера, это было опасно, так что я дал я день фонарик и показал, как использовать. Просто убедишь, не будет знать о нем. Будете, правда, плохо ли нас, если не узнать, что мы гуляем по ночам? Это правда. Хорошо. Она разлила еще воды, затем положила черпак назад и взяла фонарик. Терты будешь воду лить. Она повела меня по темной тропе, я мог что-то видеть, но я чувствовал, что звериное в темноте. И она была очень навраждебна к нам, и несколько их окружали нас на расстоянии. Однако, они не подходили ближе. Они также отступали, если я разбрызгивал воду. Блин, если воды не хватит, блин, как сложно быть волком. Я уже, не знаю, неудивительно, что на прошлой петле волки так немножечко поехали по фазе, были такими агрессивными. Если не приходилось полночи ходить, разбрызгивать воду, то, блин, мне кажется, я тоже начал проявлять какую-то агрессию, зубы скрипели. На фонарике два пробила через туман, поэтому вообще не помогало, чтобы что-то видеть на расстоянии. Оба доли бесполезны, если честно. Харычам, похоже, нравилось. Ну, в общем, по старым добрым чертежам пошел подари подарок, чтобы получить плюс 10 к отношениям. Даже размахиваем как мечом, или скорее световым мечом. Да, только на этот раз мы на стороне ситхов. Какие были эти носители порчи? Настоящие японские волки, возможно. К японии не водятся волки. Блин, надеюсь, это не местные комары. Время от времени видел, как их глаза зажигаются в тумане. Блин, если мы идти в глаза, это очень большие комары. И они еще и рычат. И еще я слышал звуки, как что-то наступало на песок. Собаки, возможно, должно быть, да. Так, а это как раз носители порчи нам позавезли, да, с утреца вчерашнего дня. Ясамизу сейчас была полна собак. Песиков. Это выражение, из-за этого выражения казалось очень милым. Но, серьезно, не может быть, если его предположение верно. Ситуация была гораздо страшнее, чем какой-то простой сверстельственный феномен. Я продолжил раздеть воду слишком большое количество с самого конца. Господи. Качный ряд, конечно, фусиши сам. Волк такой, волк такой же фигур, как Коори-сан встал со стула в столовой. Все было очень сюрреалистично. Да, я фусиши. Ты Коори-сан, верно? Да, я немножко беспокоилась. Вот они слева-направа. К Торигай пришел, он уже переоделся и был готов выходить. Все, не было никаких проблем. На самом деле, нет. Ты тоже знал, как все это работает? Да. Понять не почему, но я просто знал. Короче, да, реально генетическая память Сумизу в действии. Это странно, наверное, это имеет какое-то отношение к тому, что сказал, что Найсама. Его было трое, верно? Его было трое, верно? Так и должно быть? Я не знаю. Шернан Рейска сказала, что Найсама была Камисамой. Может, поэтому у нас их трое. Это означает, что не наши стражи. Один для каждого из нас. Это достаточно хорошо для вас. Имей в виду. Ты видел их, верно? Верно. Этот странный опыт, на самом деле, казалось сверхъестественным. Люди обычно принимали что угодно, что могли увидеть. Тогда пойдем. А? Куда? Убивать. Подождите, что? Мы должны решить, кого убить первым. Когда я на волке, я готов убивать. Это невыносило и сильнее меня. О, мы можем решить, кого убить? Будут геймоверы или все, можно будет смело продолжать играть дальше? Или надо проконсультироваться срочно? Или вообще остановиться на выборе? Я же не тебя длинный сервер, но я хочу кого-то посмотри... Блин, я хотел сказать, я хочу кого-то убить. Нет, ребята, я не Чиеми со второго аккаунта и с измененным голосом. Но мне интересно посмотреть, как это происходит. Да нет, это тоже неправильно звучит. Я хочу оценить происходящее с точки зрения нарратива, общего лора и сюжетных импликаций. Это правда. Полагаю, немножко тороплюсь. Ну, давайте пообсуждаем, здесь вечера время есть. Клятвич Непир, дедушка, наверное, лучший выбор. Блин, как же волги хотят убить деда? Я думаю, Такуми-сан тоже довольно опасен. Слушайте, ну, о них вообще особо нет претензий. Можно, давайте ради интереса вкинем предложение убить кого-то, Ясунагу? Подождите, вы обе серьезно? В итоге, самый холодный прагматик, рационалист, немножечко ошарашен происходящим. Пару ночей, думаю, вольемся. Насчет чего? Воврес убить ваша... Воврес битву и семью, раз и сыновья не важны для тебя. Она дернулась неестественным образом. Наконец... А... А... Блин, мы триггернули, триггернули, деву лицу. Ну что мы наделали? Я знаю, я знаю это. Конечно, они важны для меня, но нет выбора. Я должна сделать, как говорит Шинай сама. Каори-сан... Тоже Хару-чан. Тебе хочешь убить Снагакуна или Мочи? Блин, Снагакуна, вообще, пересечь на пересечении двух волков. Ну, не хочу, но... Что еще можем сделать? Убежать отсюда? Это правда, не был опыт, не был возможностей. Мы потеряемся или будем убиты монстрами? Хотя там мы должны быть монстрами, то Мамба просто отправила меня назад к первому шагу. Все, что я мог сделать, это выбрать то одно или другое. Резня! Оу да! Никого не убивать! Или, наверное, все-таки помыслить и бить кого-то конкретного, это полаганом ключи дадут. Ну, блин, что-то не нравится. Ладно, резня так резня. Ну, давайте посмотрим, почему так нельзя сделать. Мы волки. Волки даже обетели вида. Это звучит супер неестественно. Вообще, так будто он так шутит. Почему-то, знаете, серьезным лицом. Ну, блин, понятно, что никого не убивает, это точно. Шина и сама достаточно ясно намекнул, что это надо делать резня не по правилам. Я не знаю, блин, но можно получить какую-то инфу, просто для меня это немножко глупые выборы, которые точно ведут к концу. Понятно, что, наверное, с человеческой точки зрения даст очень зреть персонажей это варианты, которые не могли рассмотреть. Хотя, не знаю, устроить резюм мне кажется хуже, чем убить одного, но это даже не вариант. Волки-олки, же тимми биты. Да, это то, что я говорила. Не против этого, я просто думаю, не против ли вы? Вы же, я тебе дару спину, если убить кого-то важного для вас, верно? Блин, как же он отзверел резко! Мне нравится, не нравится. Не подорогайся мне вашу веру великого рода Шиная. Но я думаю, что сочи бесчеловечего бросили из человеческой только тому, что Бог сказал вам. Я спрошу снова. Мы убьем их по-настоящему. Вы уверены, что хотите это сделать? Хорошо. Я не против. Но я сказала это. Что значит, тебя? Так, ну вышло из психического состояния или нет? Хорошо. Тогда мои слова были перебиты и также мое дыхание. Что? Мы должны убить тебя. А, погодите, резня была не всех людей, а нас. Блин, как такое что-то? Интенсивный жар или холод в моей спине. Затем мы встанем изъем и не смогу увидеть их снова. Когда чувства утянулись из моего тела и начали ощущать, как моя жизнь покидает меня. Тогда не придется перечнять боль моим сыновьям. Я понял, что он застрял между молотами наковальни. Так, короче, давайте если, короче, мне кажется, хороший план вскрыться змеям и дать Каори черной, чтобы она покидала нашу команду. Вот это будет хороший план. С таким черным мы пару ночей не переживем. Но не потому, что нас повешат. Но я не ожидал, что его настолько плохо, что она перейдет таким сильным миром. Что мне сделать? Какие мне собаки и сердце подобрать? Я рухну вперед. Теперь Аручан, стой на месте. Предатель лица! Это было последнее, что я слышал, пока я давил собственной кровью и испускал последний дух. Я выбрал неправильный путь подойти к этому. Не знаю. Как я мог убедить ее? Мои вопросы исчезли в своем сознании. А, блин, жаль, что это петля третья. Породочек в двух петлях. Так, все волки на месте. Каори точно мирные. Мы получили ключ под названием Харити. Харити это такая богиня в буддизме. Да, богиня-покрытилица детей. Ну, дети реально были спасены. И Орик Кабанера тоже нас за Мейка захерачила. Блин, как трудно быть волком. Повсюду опасности свои просто уничтожают на месте. Ну, и что тут написано? Как я стал волком? Блин, я с Локом вообще-то вайфу прочитал. Реально погрузился в Майнце Харуаки. Блин, я на Кест стал вайфу. Вот она, тайная мечта нашего героя. Но, должны быть вещи, которые вы увидите только с этой точки зрения. Быть волком означает, что убийство неизбежно. После того, я сказал это, моя предположительница Каори убил меня. Я рад, что волки могут быть добродетельными, но быть убитым это не моя идея веселья. Что мне делать? Капец. Ну, что делать? Мы не можем никого не убивать. Может, мы будем убивать по только тех, кто нам не нравится, так да. Ну и все, опять Порфирю. Блин, это же 20-я плохая концовка. Как же мы их накопили уже. Концовка почти как серия. Так, но это было правда неразумно. Не заберешь из-за этого, поэтому я дам тебе подсказку. Блин, даже Овечка, согласно что Каори. Некрасиво это поступило. Я же не говорил, что мы прямо сейчас их убьем. Концовка 20, быстрая материнская смерть, то, что увидеть. Сейчас сценария, включаясь на нас, еще не стоит, чтобы убрать замок. Видите такие вещи уже несколько раз. Я же убрал себе доступное решение, чтобы придумать новое решение. Блин, если я такой сильный мыслитель, почему он сразу не угрыдет новое решение? Я считаю, что ты еще используешь из-за этих 600 сил, вернись 6 мау, все или ничего. Выбери ничего вместо голода и жажды. Что значит страх? Страх будет у меня. Блин, это Овечка сейчас сгорает ощущение ноли пользы, но я не представляю, реально существуют люди, которые в силах запутаться в этой игре, что им нужна помощь. Тут обычно возвращаться приходится на один выбор максимум. Нету каких-то сложных, знаете, заковыристых условий. Вот реально, поход с проверками самое сложное было, и то там очевидно же абсолютно, где берутся эти ключи. Потому что игра-то по факту очень линейная, нельзя в каком-то проходить необычном порядке, в каком-то какие-то разные ветки в различных, в различной чередности, как в том же втором Zero Escape, или третьем Zero Escape, я полагаю. Или даже в первом Zero Escape. Блин, короче, Zero Escape советую всем поиграть. Хотя бы в первый, второй тоже можно, третий, такой, на любителя. Ах, ладно, давайте никого не убивать. На этот раз меня Хару захерачит за предательство. Мы не должны убивать, мы можем просто не делать этого. Правильно было одно беззанное, считаю, что с людьми это был предел. По сути, не могли убить двух или больше, не было правило того, чтобы не убить всех. К счастью, у нас было идеальное решение для этого. Здесь я в руки Лориса, это еще-то божественное, это просто ужасный заговор. Ты пожалеешь, что послушаешь этого. Твое тело докажет это. Твое тело ты трясешься, там можешь говорить, если так тяжело, тебе не обязательство ли себя будет с лукой Шинай. Интересно, как раньше договаривались? Ну, там такие были. Ну, Тая, понятное дело, Понти верит в Шинай Асаму. Ну, и Ясунага. Да, вроде тоже. Ну, он собранный человек. Хару вроде собралась. Линда Кори, я бы даже сказал, исключительный случай, там, где Чеми, Мочи и Мами, понятно, Чеми просто всех подмел под себя. Вот. Ну, Мочи, мы уже поняли, что верный слуга волчьего Содружества. Маме, истерики. Ясно, к тебе желать для тебя, не знаю, для себя быть с лукой Шинай. Сейчас в таком мне самозвала ситуация, где не убить никого, если мы не убьем первыми. Никому не убивать, если мы не начнем это. Но, в итоге, нас кончится еда, мы все умрем. Правда? Это правда? Да. Ты пока не одна сторона причиня вреда другой, возможно, найти решение этому. Конечно, трудно поддерживать земные двери в такой ситуации. Раз не лучше, чем, это... Ты прав. Конечно, я сделал это. Соконные истерики не были абсолютными. Я только что доказал это. Или так я думал. Я почувствовал легкий удар в мою спину, когда кровь начала выливаться, я подумал, что я ожил в какой-то больной шутке. Ныне спустя мой садень быстро начало таять, из-за чего я снова осознал, что смерть пришла из ниоткуда. Когда рухнула на спину, мои глаза встретили глаза маленького волка Харучан. Получить, простите. Дальше, рисканье, макишни были холодными, строгие, полные отвращения и не довести к бессильному паразитам. Подвели Харучан. Второй раз уже разочаровали. Как так-то, Харуаки? Так, ну, по крайней мере, Хару как будто можно доверять, да, в этом плане. Она кого-то готова убивать. Она уже приняла свою лучку и роду. Блин, лучше бы она калории захерачила. Извините, конечно. А может, такой и будет третий вариант? Нам придется убить калории. Это вообще считается за убийство. Мы тогда окажемся в плохом положении. Блин, мы станем как Чиэми, которая своих волков под колеса бросала. Ужас. Я не должна была ничего ожидать от Чужака. Вообще, проблема не с Чужаком, а с твоей соседкой. Слова были даже холоднее, чем приближающая стень смерти. Соклонной горы абсолютной. И в руке у нее была кровавленная тройная коса. Ну, слушай, она подготовлена пришла. Ты знаешь, это верно, калори-сан. Мое зрение скорблось, исчезло. Мы должны избавить Ничана и Юшкуна от их горя. Сейчас я чувствовал как вкус крови наполнил мой рот, но даже он сейчас теперь. Это наша миссия. Мы больше чувствуем тепло или холода. Нет, нет, я не сделаю этого. Хорошо, тогда умри. Я перестал слышать то, чем мы не занимались, и пока мое сознание не исчезало, понял, что я провалился. Блин. Волки на этот раз были просто ужасны. Мы думали, так, надо было похоже, но это еще хуже. Блин, одному проснуться было бы в разы легче. Блин, мне на эту фразу я просто я бы вырезал куда-нибудь в золотую рамочку. Я думаю, в Рошерсвоке плохие, но они хотя бы пол работы выполняли. Какой ужас. Блин, у Шеря Порфирий и Мейк они хотя бы молчат. Кстати, мы не можем вообще забить на Каори без нее пойти убивать, типа. Ну, реально. Зачем на всем в трем ходить кого-то убивать? Можно одному отрабатывать. Блин, на Каори рано или поздно сойдет с ума. Мне кажется, надо ее реально кидать под колеса. Она супер ненадежный фолк. Вот. А если, например, мы дадим ее черный, ее же ворона проверит и увидит, да, действительно, черная проверка к нам будет гораздо больше доверия. Мне кажется, это хороший план, хотя я говорю, что черную проверку давать опасно, но если это черная проверка нашего волка, то это валидный ход, мне кажется. Особенно учитывая нашу ситуацию. Вот. Правда, проголосует ли за нее? Не знаю. Иррациональная очистка. Лена Харучан, кстати, перевыполнит закон горы там по ходу. Так что люди достаточно быстро победили. Так, ну что же, зато мы собрали все ключи. надо прочитать же, что там написано. Блин, стратегия, которую я придумал по калории, мне кажется, сенсор неплохой, но нет ли вероятности, что она просто на всех выдаст перед смертью? Блин, это меня волнует. Что, я сама же не говорю насчет этого. Так, похоже, промывка мозгов не работает. Так, похоже, промывка мозгов под вопросом не работает. Мы можем избежать убийств, проводить нарушить закон. Я предложил это Хару, который был из-за того, по счету закону избавилась от меня. Возможно, невозможно, возможно, невозможно избежать того, чтобы быть убийцей. Да. Но, блин, мы реально, у нас проблемы. И так плохо, и так плохо. Надо какую-то аргументацию привести. Мне даже интересно, какой вариант будет. Правильный. Это тоже было невозможно. Не переживай сильно, и давай сразу перейдем к подсказке. Холодная смерть от Холодной сердечки Хару. Потому что есть артист-сценарий, ключа, все еще не садят. Точно, что-то прийдет за мной. Но еще ничего интересного. Ледовичка реально в процессе времени говорит, иди возьми ключ на ткань-то в выпоре. Ну, наверное, для этого несложно дойти, как мне кажется. Ну, ладно, теперь-то мы покажем им, кто тут главный, обмануть их. Ну, хороший вариант. Еще знать бы как. Ну, ладно, покажи нам класс. Молодой мастер-майнд. Если Хару Аки не затащит эту команду, то ее уже ничего не спасет. Вот и реально, только мистер Хошимота, мне кажется, мог бы вывести. Блин, прикиньте, как урта была бы команда, типа, я, Хошимота, и я не знаю, Чеми какая-нибудь. Или, нет, Ясунага, Ясунага. Хотя Ясунага немножечко палец, Чеми, как-то более получше отсидела. Как-то хорошего бы третий волк. Ну, может, гонить даже Канзу Сану, чисто авторитетного чела себе в команду. Ясунага тоже авторитетный и более умный. Его же все-таки так никто сильно не подозревал до конца. Ну, были подозрения, но в итоге этого было недостаточно. Если он стоял на убийстве, мать бы сорвалась, если он стоял на неубийстве, сорвалась бы девушка. Надо, короче, так сказать, убить на полушишечки. Из этого опыта я не мог выбрать ни то, ни другое. Местные, по крайней мере, блин, когда я что-то резня, я реально думал, типа, мы, харлаки, решил массу убийства замутить. Местные могли, по крайней мере, иметь приличие нести в себе какое-то то же самое безумие. Если продолжить эти маленькие трюки, это привело к проблемам то есть, короче, харлаки жалуются, что они все сошли с ума по-разному. Я даже хотел найти сценарий, в котором я не умру. По той же, чтобы провести этот таймлайн, исполняя роль волка. Также казалось, более легким создать полного фанатика и сомневающиеся, чем исправить непоколебимого фанатика. Ну, за вот фанатиками тоже. Мне придется заставить Клори Сан убить ее сыновей. Понимаю. Да, это звучит ужасно. Наверное, на практике это будет даже ужаснее, чем звучит. Для этого мне нужна была хорошая история. Я не верю, поверишь ли ты мне. Нужна была история, которая могла бы совпасть с абсурдными легендами. Я на самом деле прибыл сюда, чтобы спасти эту деревню. Должно было быть что-то вроде развлечений, казаться выдумкой, как что-то, что понравилось бы Рико Косан. Понятно, не зря подкатывали к разным женщинам, набрались на них разных стратегий, подходов. Прошу прощения. Спасти нас? Они прислушались ко мне. Теперь все дело было у меня в кармане. Возможно, вы верите в это. Много и есть вещи, которые больше следей не может. Эту силу причинял мне проблему, но теперь я использую, чтобы определенные проблемы решать. тогда что-то было на счет того, чтобы оставить жизнь? Что ж. Юноша, ищущий смерть, ищем, юноша, ищущий смерть показывают симпатию в сельских местах. Мне часто нужно, так сказать, селиться с окружением на моей работе. В этот раз я пройду по просьбе кое-кого из Камифодзиоси. Кого? Голой деревни? Да. Но не могу сказать, кого. Мне сказали, исследовать сверхъестественные феномены Ясумизу. Я проник Ясумизу, и, конечно же, все здесь едва ли люди. Клари-сан выдохнула. И Тоди не знает этого. Сеть между Ясумизу и Гробным миром неразличима. Поэтому ни вы, ни они не понимают этого. Очень нечеткая граница. Возможно, мы все уже давно подвластись в Йоми. Но теперь, когда Туман здесь, фальшивые перемирия окончены. Теперь мы даже сражаться за тех, кто пал в Йоми. Сражаться с теми, кто упал в Йоми. Это то, чего желает гордный волк великий орд Шинай. В последней ночи мы видели то, чего хочет волк с лицом волка. Почему это происходит? Правда, была менее важна, чем связи с реальной историей. Такое место и Ясумизу. Любой, кто ест местную еду, сравнивается частью Йоми и умоми телом. А то, что случилось страшное лекорство Шинайя, они воскресают, когда приходит Туман, и этот бог должен побеждать их каждый раз. Почему он так не прям из-за этого? Потому что сейчас он слаб. Это удивило их обеих. Шинайя сама слаб. Пропускать начал, может, годовой бонемент кончился. Да, в конце концов, Гор контролирует четыре главных семьи, которые поклонятся четырем мертвым стражам. Они, наверное, не знают этого, а они, наверное, не поверили бы, если бы вы сказали им, что их предки уже преодолели их бога и стали на сторону Йоми. Кому-то придется разобраться с ними тоже, но пока же нам просто нужно выжить. Все в Каме Фудзиоси тоже Йоми Бита. Блин, мне казалось, что... То, что все эти люди, все люди Йосу Мизу и Йоми Бита, как бы изначально и сообщил нам Шинай. В чем разница-то? Нет, похоже, только все в Йосу Мизу. Вы единственные люди здесь, но я не уверен, почему. Нет, подождите. Каори-сан, ты не отсюда, верно? Есть связь, а на счетях к родине, где-то на севере отсюда. Как ты узнал? Я просто увидел это. Это было уложено. Кто-то из этого эти петли мог легко симулировать вертистый феномен знаний вещей перед тем, как их сказали мне. Что значит меня? Ты? Я, честно, не знаю, должен ли я говорить это. Я был счастен в этот раз. Она выжила, прошли 7-8 лет назад. Уже это одно было достаточно особенным, но готова ли на это услышать? Я бы просто выиграл время. Я приму это. Спасибо. Я возьму это. Спасибо. Я возьму это. Я взял маленькую острую косу для торвы и за ее руки. Не походила особо на сверхъестественную силу, но мне просто нужно было выглядеть умело. Ты бы убил бы меня, если бы я чужак пошел брать великого орда Шиная, законов великого орда Шиная, верно? Как? Я привык. Я тоже привык к непростым ситуациям. Клори-сан тоже планировал атаковать этим ножом вон там, верно? Это неправда. Это правда. Я могу видеть демоническую богиню, которая любит ее детей в тебе. Что, что разве я говорил? Просто надо прокидывать, прокидывать эти прощения красноречия, а что уже не так важно? Блин, если Клори-сан сможет, так сказать, работать с нами, то тогда можно и дать. И черный, но все равно, мне кажется, нестабильным элементом. Вообще, мне на самом деле просто хочется, чтобы мы скрылись с его уже змеями, дали своего черного черным и посмотреть, что получится. Это может быть очень сильный ход, особенно если кого-то прям подозревают. И то, если я дашу мирным, еще хуже станет. И это может сбить счет настоящему змею, шерифу, мирным жителям. Вообще, они внимательно слушали меня. Это сильная, праведная богиня, но сейчас ослеплена ей. Она не дает тебе причинить ретуем детям и увидеть правду. Я понимаю, если ты не хочешь доверять чужоку ради меня, ты можешь видеть, я твой союзник. У меня есть навыки и опыт нужны, чтобы разобраться ими бита. Знания, что должны быть сделаны для этого. Каори-сан. Нет. Нет. Без них я... Моя жизнь будет бессмысленной. Я понимаю, что ты не что-то, что я должен говорить сейчас, но их жизни не принадлежат тебе, Каори-арибы-сан. Они неизмели то, что Фути Йоси забрала тебя и что ты потеряла здесь. Свин твоего мужа. Сколько много ты... Твой муж сейчас прямо с твоим правым плечом. Он очень похож на Южи Сагу-ку, наверное. Блин, это жутко на самом деле все это слушать. Хорошо, что мы знаем, откуда мы это знаем. Начала громко плакать. Какое клише... Что за клише? Они не знают, что они сейчас с Йоми. И они, не зная, чернят собственные души. Их души молча плачут. Как их мать, ты должна спасти их. Разве ты не можешь встретить на это так? Тебе нужно выжить, покинуть это место и жить своей собственной жизнью. Твой муж, похоже, тоже так думает. Я, я, я не делаю еще материнского за всю мою жизнь. Никто не будет винить тебя. Я знал, что я только воспитывал, что я воспитывал их и связывал из эгоизма. Я стоял, что Сагу защищать меня и желал, чтобы Ясунага увез меня отсюда. У меня нет талантов и я не могу покинуть это место сама. Знаете, готовить шинари это тоже свой род талант. Не знаю на Хару Чам и сколько, что она может это сделать, но она просто слегка пожала плечами. Моя вина, что они не ладят. Я знаю. Но что я могла сделать с этим? Я даже не знаю. Как-то уравновесить внимание даруемой. Я понять не имел, что Калорисонт скрыла такую слабость под ее материнской силой. Мне нужно было проигнорировать мою вину из-за того, что я пользовался этим. Это и не их вина. Мир вису-низу был кратким, но они выжили и выросли замечательными мальчиками. А теперь все кончено. Мы должны окончить это, пока сон не превратился в кошмар. Никто не виноват. Никто не будет это и зло бы ни на кого. Это больше ухоже на естественную катастрофу, чем что-либо еще. Честно говоря, если бы это была правда, это было бы ужасно. Если подумать и почитать за правду, то это страшная штука. Блин, это факт. Я молча надеялся, что моя ложь не станет реальностью. Тащи чувствула, что корень силы заваления в моей истории были легкие гучие. Мне отправили ее сюда в конце концов, но я продолжил молчать об этом. В любом случае, моя история, похоже, полностью ее завоевала. Одна вещь. Могу попросить только об одной вещи. Какой же? Мне нужно было дать ей что-то, чтобы помочь собрать ее решимость. Если не придется убить их, позволь мне сделать это рано. Позволь мне избавить их от их страданий. Это не было бы хорошо для нас. Если мы сделали бы убийцы личными, кто-то бы заметил. Убитие сына Гукуна в начале было одно, но после этого убитие Шицу Гукуна... Блин, как будто кто-то крышу снимает с Калори. Она вообще сможет быть с травм разными, когда они умрут. Но вот мы убьем их обоих, потом дадим ее черной, и... Все поверят. Возможно. Но это... Я не против этого. Хару Чан просто молча слушала сейчас мою историю, но теперь она сделала себе препятствием что-то вопроса. Вышиваясь с нами, если мы тебе не позволим, верно? Я просто хочу избавить их от страданий. Вот и все. Всегда было так. Я только что это осознала. Если вы не позволите мне сделать это, я сделаю это сама. Видишь? Если Калори сам позволит эмоциям водить и будет действовать независимо, то, скорее всего, оставит нас в ужасной ситуации. Она, наверное, приготовит еду с аконитом, киноскиши заметит, она будет повешена. Это вообще будет бесполезно для нас. Но можно хоть какого-то травануть успеть. Она могла бы использовать более беспорядочные методы, но чем бы они ни были, они бы имели минимальный эффект. Жестокость требовала идеального тайминга и силы за ней. В этом смысле резнял струйный больше, чем если я раздвое идеальный. Эх, как же мы думаем про Вайфу даже сейчас. Если сделаешь это лично, держит их сыновей, и тебя будут подозревать. Я не против. Даже если меня из-за того повесят. Твой муж хочет, чтобы ты покинул это место. Даже если мои сыновья или муж хотят этого, не думаешь, если вы нести и убить их своими собственными руками. это пройдет. Это возле проблемы для нас. Смерть нового означает, что треть нас исчезнет. Но, однако, если ты оставишься измерть на нас, тогда мы поможем тебе. Это было ужасно. Да, хорошо. Это было ужасно. Я был ужасен. Не очень понял фразу на самом деле. Если оставишься измерть на нас, будем предъявлять, как она умрет, то есть мы в принципе сможем использовать все как захотим. Блин, все ведет к тому, что скрытся не черный. Эта команда была ужасной. Так, это мы заскриним тоже. Я больше не вижу того мужа. Муж устал. Дорогой, не так жаль. Дерьмо. Для Клари-сана и ее сыновья были по сути замены ее мужа. Не самая приятная фраза. Точно хотелось сейчас был по сути форсированный насильный групповой самоубийства вместе с сыновьями. Это был компромисс. Блин, что-то мы там ждали, что, может, какие-то крутые мовы будут откровены. Пока, походу, все крутые мовы будут действительно направлены на победу мирных. Но нам это вообще не нужно. Это был компромисс пересечения между законами горы и ее эго. Почему людьми было так тяжело манипулировать? Реально достали. Давайте начнем с сноги-куна сегодня. Ну, в общем, ничего нового у нас не происходит. Одних и тех же убивают. Ну, всякая турнирная мафия тоже. Мафия примерно. Одних и тех же людей стреляют под ночами, если не ищут шерифа конкретно. Самых сильных. Харучан, ты не против этого? Имеет значение. Ничан и Мибито. Ну, раз он так легче. Блин, у меня, кстати, один такой вопрос философского характера. Ашина, есть какая-то, знаете, предохранение от того, что первая жертва окажется барсуком? Или все-таки барсуки выдаются тем, кого волки не убили? У нас же должен появиться новый союзник. Блин. Кстати, если будет, например, Йоши Цугу, может, Калори немножечко одумается. Он тебе нравился? Да? Как брат. Вот и все. Если хотите убить его все ночи, я не буду эгостична из-за этого. Прижал-ка я Ясунагу, блин, мы с ним две петли полные провели и Термин с охраны покинет. Но с другой стороны баланс. Какая хорошая девочка. Спасибо тебе. Все в Ясумизу были хорошими людьми. Я не был. Для меня они казались совершенно безудоби. Мама Яса, наверное, чувствовала, что похожа в последний раз. Поэтому она таки умерла. Я не собиралась следовать по ее стопам. Я решил, что я выживу. Если мне потребуется стать лучшим волком. Это все, что сразу стать лучшим волком. Самыми мощными лопищами. Пусть будет так. Моя мечта с детства была стать лучшим волком. Мы трое шли через туман. Волки раздвигали серый облачный воздух. Казаш был в самолете, который двигался в обыке ночи. Мы были осторожны, разливая воду, что удерживать зверей. Так, мы понимаем, что вода высыхает, но может ли быть такое, что где-нибудь какая-нибудь лужица останется и по ней, может быть, запалить что-нибудь. Про это никто не думал. Но, в общем, они, конечно, не то, чтобы там льют прямо ее. Так, потихонечку. Почта с ней споткнулся и не пасть в поля. Харучан и Куарисан, наверное, просвели внимательно ко мне. Из меня они бы ушли вперед тихо, быстро и без сомнений. Верка, что не были знакомы с местом, так что, может быть, они казались достаточно опасными. Они казались будто, что если они уже что-то решили, то они могут отправиться прямо в их могиле. Мы шли к общежитию. Тракетистилка с Куарисан оставила нам немного вариантов, чтобы выбирать. Хотя, избавление Тесанаги Куна не было плохим выбором. Ну, хотя бы не мартышка. А вторая мартышка опять мочи, я что-то даже забыл про него. Ну, может, хоть сейчас он тебя покажет. Он крайне поддерживал Хашимота Сана, так что без него оператор потеряет часть своего влияния. И заткнув Хашимота Сана, мы причиним вред имаме Исан тоже. Блин, мне кажется, Хашимота Сана хрен заткнешь, если он уже разогнался. Я уже знал слабости Токуми Сана и Канза Сана. Нужно было беспокоиться, скажу, ты с ним вроде чьями. Но их слабости в нашей команде, нет? Что касается Рикасан, сейчас я чувствую, что это делаю то же самое, что в последний раз, а на основу стоять на мою сторону. Остальные не были особо влиятельны. Рассаживайтесь осторожней, чтобы они не фалили в истерику или в бой. Сослушайте, если, например, умрут те влиятельные люди, то появятся новые влиятельные люди, может, Сатос может блеснуть. Моя самая забота сейчас была мочи. Казалось весьма вероятным, что он узнает, кто волки и чистый слез интуиции. Ну, лицепал, эпичный интуит, так называемый. Разве он здесь что-то странно, если он знаешь, хорошая была волка. Хотя, прямо сейчас я всего лишь обдумываю о том, какими они были людьми, а не какие страшных могли им быть. Могу только надеяться, что в нее шли Мейка или Старику Волку. На Старик Волк, кстати, что-то прям проснулся, как будто у него реально страж есть. Из-за этого я буду тяжелее контролировать. Что-то еще так у меня сам тревожило меня. Ну, да, я не могу пока умереть. Подожди, есть предупреждение. Те около стража должны быть особенно осторожны. Не могу пока умереть. Он был привязан на Кисемидзе с Ая-сан и Коори-сан и он имел его чувство тельственности как местный юный лидер. Если учитывать это, то, что он сказал, что не может не древнее сейчас, не имело большого смысла. Это означало, что у него был страж. Коснокун тоже понял это, поэтому он спил сразу мешался в разговор, как он это сделал для меня в последний раз. В первой педле такой миссан раскрыл, что он был змеем на самый первый день. Что если это случится снова? Ну, он раскрыл на первый день. Тогда я санага-кун его не остановил, потому что он сам был волком. Вот. Но, возможно, у него какая-то другая роль. Угрер-паук. Он всегда был мартышкой, и он был сейчас тоже. Здесь все остальное отличалось. Сюда другой мартышкой была Мейка. Одна киска сказал какое-то правило, которое определяет, кто получит страж, и было немало вероятно, что не получит тех же самых. Если он был змеем, я бы убил его и притворился его стражем. Мы получили большое преимущество. Это стоило бы думать. Как же можно размышляем, кого убить, как убить походу дар Харуаки реально сейчас займет место того, к которому привыкли. Раньше это было просто сомнительный Харуаки. Сейчас пришло время раскрыться его истинной потаенной сущности. У меня на месте Фусейши-сан. Как я и думал, мы прибыли к общежитию. Я мог видеть туман лунный цвет через дымку, который очерчивал здание. По какой-то причине я уже чуил кровь. Напомнило мне о безображенных телах Харуичаной Клори и Санда. Кстати, достаточно иронично, что те, кто были убиты, стали волками. Если какая-то корреляция как будто нет, потому что ЧМ по идее дожила до самого конца. Вот. Ну, Моча вообще был убит не волками. Хрен знает кем. Может, ЧМ. То же самое. Ну вот. Это, конечно, было ужасно. Эти убийства были нелепыми и смеялись начало вечностью по полной. Я хотел, по крайней мере, здесь иметь границы. Но я не думаю, что Клори-сан захочет, чтобы мы так извращались с силами ее сына. Это Синитарь пришла на лун. Кровь. Да. И сейчас, как Клори-сан сказал это, она указывала на лестнице общежития. Там была кровь. Повсюду на ржавой металлической лестнице. Блин, маме что, опять прогуляться решила? Почему? Почему это было здесь? Чего это была кровь? Кто-то забыл укрыться. Может, это Еши Цугу? О, двух сыновей за раз. Значит, план. Но где тогда был труп? Венези была такой же ход, как всегда. Но я смотрел в фольско чего-то человеческого на земле. Несколько секунд спустя наконец-то заметил, что это стояло сегодня нескольких метров впереди. Я выдохну, дорогие волки, знаете ли, это только несколько секунд спустя. Быстро понял, что человеком там был чей-нибудь срезава. У нее было что-то в руке. Это был подпиленный двуствольный обрез. Тогда учитываешь ее безумие, потом был смысл. Но намного позднее доценить порчу и подвергнуть себе опасность, чтобы и всех волков сама. Так что вы понимаете, что у нее было огнестрельное оружие, а редкость здесь Япония. А лицензия у нее есть. Не были больше ощущения, что говорить, бычая храбрость только разорвала его на куски. Более всего лишь людьми это оружие могло мгновенно убить нас. Я этого не предсказал. Я был заснул врасплох. Прямо когда хорошая наиколайористан завязывали, нападила ее руку. Честно, был впечатлен. Я досяц в непредсказуемой каждую петлю. Woman for my heart. Мне было ни шанса против нее, если бы у меня не было моих петель. Она была джокером для меня. Это Сесай я тебе сделал и я такой. Интересно, у нее есть какие-нибудь шрамы? Ладно, возможно, мы еще проверим. Кровавым бесплощадным джокером. Говорят, что Хаким Феникс проходил ручьем, чтобы подготовиться к роли джокера в фильме. Хорошо, я очевидно проиграл на тот раз. Мне нужно справиться лучше следующей. Может она что? В этот момент ее губы двинулись. Вспышка, что я видел, не было жнецом, но лукой пропавшей валом взрыве. В этот момент не солнечное дело, кроме как стоять на месте совершенно заледеневшей. Двое позднее завержались за мои плечи, не игнорировал их. Блин. Я просто сейчас подумал, как это смешно со стороны. Трое ужасных убийц, монстроволков, визжат и истерят. Похоже, Чеми просто нас попустила. Чеми? Чеми только что совершила самоубийство. Надеюсь, не на шерифе. Сыгрывая улыбкой, она засунула обрез себе в рот и снесла себе голову. от челюстей выше. Это было безумие. Когда раз она зашла забредила от того, что я мог вообразить. Так, это что за перформанс было, что-то не понял. Что это было? Что это было за чувство потери? Я чувствовал это потому, что я не смогу увидеть ее снова в эту петлю. Было ли это отчаяннее за факт, что часть моего мотора санди не думала. Дерьмо, мы потратили одну ночь стоящей убийств. Или Рокки-сан. Ультафак, что не становись. Что я никогда не смогу спросить ее, спросить с нее, что она сказала? Что происходит? Эй, Фусейш, Саныч, не только что, но только что. Мы не можем убить сегодня. А? Закон говорит, что мы можем только убивать одного человека за ночь. У нее, наверное, не было стража, так она решила так нас переиграть и уничтожить. Кем мне становиться? Ягами Лай там? А то Харуаки с ним сравнивали на Реддите. Наверное, не было стража. Жар Сабон защитил или Дед в потере квота более ценного. Да блин, а какого хрена? Шунай сама, что это за хрень? Вообще-то, а то мы волки должны убивать. Я запрещаю людям себя убивать. Почему она вообще не спит? Разве не дошла вы будете усыплена? А где челы с порчей? Почему они ничего не делают? Или специальный артефакт, эта подвеска защищает ее? Я что-то не понял, ребята. Мне кажется, нарушение правил. Можно ее удалить из игры? А, она уже... Это и было самоудаление. Шунай сама, но можно правила пофиксить? Это что за дыры? Мы волки и так страдаем. Нам издеваются, как хотят. Пожар Сабон защитил людей от потери кого-то более ценного. Что она в первый раз так не сделала? Может, она поняла, что мы черный? Прикольно, конечно. Да блин, нам убить никому не дали даже. оценить, как это происходит. Наверное, просто человеком решил, чтобы лучше способно для нее сделать вклад с своей стороны. Тогда мы не можем видеть с Накаку на сегодня. Блин. Нет. Если ты, Барк Ларисан, с ним убьем больше одного, ты сможешь тоже исполнить свое желание. Она переиграла нас полностью. Или правда ли это так? Я чувствую, чтобы ты не мог сравниться с ней в хитрости, как бы не пытался. Слушайте, а почему это суперхитрая женщина так вяло первый пирот играл и не понимаю? Это какая-то другая женщина была? Или она просто притворялась милашечкой-добряшечкой для нас? Может, она знает про петли? Может, даже было не наша первая Роделла с ней? Может, она хотела закрепить некий свой образ у нас в голове, чтобы мы продолжали любить ее, думать о ней, бороться за нее? Может ли такое быть? Хотя это скорее Рикока в конце прошлой петли намекала. Ну, точнее, в плохой концовке намекала, что на этой петле. Ладно, что-то я сейчас напридумывал себе. Просто уже разительное отличие в поведении. Но если она поняла, что мы черные, а там мы точно были мирные, даже то, что мирные, мы не участвовали в пире, поэтому интеракциями были совсем другие. Не знаю. Ну так, но подумать. Да, я не в средстве хитрости как бы не пытался. Кстати, подышим некоторое время просто смотря на ее недвижимые останки в тумане. Так, кто-то даже за убийство волков еще... Ну, погодите, это не считается за убийство волками, никого вежать не должны по вашим правилам. Самоубийцы не считаются за убийство волков. Это преступление нам не записываем. Ни в ком суде в Камифудиосе это не рассмотрят. Да, дадите на то, что мы должны... Да. Будьте осторожны, будь осторожней, подойдешь. Доброй ночи. Ну, просто прогулялись по свежему воздуху, пообщались с Шизами, посмотрели на Шизов и вернулись домой. Познавательная прогулка. Мы не любили просто здесь, поэтому пока шлирулись в столовой и поговорили. Хотел бы совершенно мокро, так я носил к Симу так долго, и на самом деле начал потеть, но это максимальное очищение. Поэтому снять маску было слишком освежающе, блин. Те, когда было время возвращаться, воручая на ясно надели маски и покинули столовую в полной экипировке. Почти не было воды. Да, в ведре практически не осталось воды к этому моменту. Но, честно говоря, так наши к Симу были такие мокрыми, носители порчи атакуют нас. Ну, можно здесь. Стройка прямо вверх по этому холму. Харчан сказал это прямо перед общежитием. И вот он бы, ну, ну, равнодушным, как всегда. Но я сама, похоже, выражали какую-то заботу. Ты в порядке? Ты пройдешь в нем? Все очи не... Не заплачь, не заплачь. Да, ты вернешь, сможешь с ней справиться? Думаю, что смогу. Это будет хуже, но, наверное, было бы хуже, если бы смогла. Но ночь, так что... Так что, я не понимал. Хотя мог, отчасти, понять. Так что дай придерживаться плана. Хорошо. Думаешь, ты можешь довериться мне? Ну, да, возможно. Вот это достаточно, чтобы обеспечить все пройдет хорошо с завтрашнего дня. У нас уже какой-то план, из-за которого мы поговорили с Соловой. Ну, нам его не сообщили, так что план, думаю, неплохой. Я беспокоился, но у меня не было выбора, кроме как, правда, шли-ка сперед. Ну что ж, пока. Я повернулся. Глаза остановил меня. Я повернулся к ней. Она стояла там. Все еще в ее маленьком лучшем наряде. Блин, дай, пожалуйста, петлю с мейка в этом наряде. Хочу посмотреть на самого компактного ловучонка, как и раньше не мог идти ее лица. Но я чувствовал, будто что-то было не так. А там уже глазки, да, сумасшедшие. В центре всего этого был факт, что да иди нахер. Я так и знал, что рано или поздно этим кончится. Она смеялась. Так, а я сейчас говорю с Харом Акишимой или с кем-то иным? Да, блин, ну все. Менталка не выдержала. Что-то мне, блин, ну реально, ребята, мне кажется, нам надо реально продавать своих черных, отказываться от них разбегаться. И мне кажется, если мы будем играть команду в этой петле, то мы очень быстро покинем это прекрасное место. Было ли это? Боже, боже, какой шедевр. Я дам бы держать смех, когда ты ведешь себя так, когда ты выходишь за рамки своей роли. Ну давай пообщаемся, невидимая хтонь. А только ты же даже сказал, что Великий Оршанай был слабым. Как увлекательно. Ты сам противоположность, богобоязнь, богобоязнь, богобоязненного, верно? Я забыл, как существительное от этого слово звучит «богобоязненность». Сопротивоположность богобоязненности. Выговорил. Ты. Что? А чего бы не используя собой сил, которые помянувши увидеть, что я такое? Если ты не изменяешь твоей лжи, она может даже стать правдой. Ты Харучан? Если нет, тогда одержимость волком. Боже. О, боже. Такие скучные салаткоты вроде тебя. Ты видел великого рода Шиная в красном тумане, разве нет? Это вопрос иллюзия. Иллюзия, которую ты мог видеть. Что ты видел так далеко? Ты дышал таким большим количеством энергии горы и все же ты все еще не можешь понять жителей города. Ты все еще не понимаешь, что такое бог. Не хотите ли поговорить о боге? Бог? Возможно, ты поймешь, когда ты пойдешь, восстанешь и видишь этот этап еще много-много раз. Раз, скажи мне. Обросив свой стыд и честь, я схватил ее за плечи и потряс ее. Блин, в этот момент одержимость медленно выходит из нее. Что ты такое? Что это происходит? Что причиняет этот странный феномен? Не, наслаждаться джентль и имплогаз не остались сильно. Но эта девочка может начать ненавидеть тебя. Ты не тот же самый человек? Кирос просто утомительный. Таше, я дам тебе только один ответ. Есть три бога. Но мы уже заметили, что их было трое. Так. Хм. Я знаю это. Камисума три волка. Родители и ее ребенок, верно? У тебя сына с той духом. Ты не понимаешь. Великий. Варшина это извращенный бог. Сделан то, что трое разбили молотком, но потом смешали вместе. Есть еще два бога, кроме него. Блин. Политеизм это тяжело. Чего же они так разрастаются? Хотя один из них бесполезный бог, который все равно что мертв. И последний, твой враг. Это ты? Это ты, да? На этом она оттолкнул мои руки. Похоже, замечательный джентльник, проснился к нам в эту темную, в этой темной, долгой вечерней вечеринке. Вечер-вечеринка, хорошо сказал. Встретимся снова завтра, жители города. Хороший интерьерин барсук. Это намек, что нам мужчину удали в начальнике, ой, в начальнике барсуки. Девушка умчалась, исчезла всем на тумане. Я не слышу ни одного звука после этого. И наступает новый день. А значит, это конец серии. Так, накидали нам чего-то интересного. О чем можно подумать? Блин, местная религия, конечно, немножко в тупик ставят, но это тяжело. Местный лор мне немножко тяжело воспринимается. Вот, все эти лорды Шинаи, переставление Канди, Миры Мертвых, еще 12 богов, которые только так и ждут целый момент, чтобы выскочить из-за угла. Волчары, стражи, уже все смешалось. Надо как-то задачиться тем, чтобы по полочкам все разложить. Но, блин. Что-то мне кажется, что максимум это в этом, этим, в какой-нибудь последний серий сейвусь. Вот, пока, ну, пока менял страйд и путь по течению. Ну, я надеюсь, вам серия понравилась. Ну, в каком-то плане волки совершили первоубийство, хотя, если бы мы не пришли, что, чьей имени слабостью убивать? Блин, странно это. Наверное, она убилась от того, что мы пришли, чтобы не дать нам убить кого-то более важного. Вот. Хотя, честно говоря, почему бы она не могла убить нас? Ладно, я уже понимаю, что чьей имени я уже не понимаю. Над ее поступками можно размышлять очень долго и все равно не приблизиться к честине, как мне кажется. Ладно, все. Надеюсь, вам понравилась серия. Она была достаточно большой, насыщенной. Посмотрели, как волки живут ночью. Херово не живут, если честно. Ну, и сейчас нас ожидает вскоре увлекательный пир, где наша команда, я уверен, не потянет нас к дну, а будет очень помогать. направлять пир в нужном ключе и так далее. Уверен, все-таки будет. Нет. Все, с вами был Авангард. До новых встреч. Всем пока.